Я думаю, это была очень важная игра в дороге за золотые медали. Ну, я думаю, что у «Металлога» тоже была очень важная игра. Но победа для вас важная на этот раз. Ну, если бы «Металлог» выиграл бы, я думаю, что много бы поменялось. Хоть еще три игры, поэтому у нас еще игра последняя с «Антолсом». Так что, конечно, очень важная победа. Так это уже я даю комментарии, что ли? Да, да. Я думаю, что это так родило. Нет, нет. Да, на самом деле, очень важная игра. И знали, что команда очень хорошая «Металлог». Мне и раньше она нравилась. Опытная команда, умеет играть в футбол. Футболисты неплохого уровня. Поэтому и сегодня играли мы вторым номером. Конечно, в открытый футбол с ними тяжело. Они сразу ищут эти проникающие передачи. И была задача вытерпеть. Первые 15-20 минут, потому что знали, что соперник сразу пойдет. Захочет на первых минутах забить гол. Ну и где-то нам повезло. Некоторые моменты вытерпели. Ну и потом на контратаках поймали команду и могли бы, конечно, еще больше забить. Ну, я думаю, что все-таки, хоть «Металлог» больше его сделал инициативы, больше его делал ничем, но мы по-растей играли. Опять же, первые минуты, когда мы немного проваливали левый фланг, это кадровые были перестановки. Там, полончик наш был больной, перед этой игрой не важно себя чувствовал. Поэтому и СИСАД зарушил на этой позиции несвойственной. Поэтому были проблемы. То есть и атаки почти слева ушли. Ну, парень старался, не спик, не мог претензий. Но когда уже полончик я поменял, вышел полончик, то игра немножко поменялась. В этом тайме «Металлог» не смог как-то сделать свою работу. Это, наверное, ваша команда не разрешала играть. Это, может быть, силы не хотела противникам? Нет, так дело в том, что когда ведешь 1-0, и команде хозяев, конечно же, надо отыгрываться. И мы так же никуда не раскрывались. У нас довольно-таки быстрые нападающие. Поэтому мы очень плотно играли в обороне. Знали, что самые опасные, конечно же, у них моменты это со стандартов. Очень высокая высокорослая команда. Если бы я и сказал ребятам, что если мы пропустим со стандарта, то тяжело так нас будет взломать, нашу обороны. Поэтому мы знали, что они будут раскрываться, зоны появятся. И так и вышло, что в втором тайме довольно-таки очень много моментов было. Надо просто было терпеть. Ребята вытерпели. Но еще пока ничего не ясно. Еще три игры. Выиграли у Металлога. Но следующая игра Юмола тоже довольно-таки очень хорошая и крепкая команда. Может преподнести сюрприз. Так же, как и в недавней игре Дома с Юнгавой. Так что надо готовиться. Еще ничего не ясно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.